Можно по-разному относиться к приватизации муниципального имущества, но во многих случаях это идет на пользу не только местному бюджету, но и в целом позволяет решить проблему так называемых полузаброшек. Понимаете, потому что через 2-3 года оно будет так же зарастать, будет так же, значит, пожароопасно, потому что это деревянное здание и так далее. И мы придем, что она стоит, развалюха, кто-то окна вытащил, там, по-моему, пластмассовые даже окна там стоят. Но мы военкомат продавали с 2020 года, мы же вот через 3 года продали вас. Однако не все так просто, даже для того, чтобы перевести из одной формы собственности в другую, обозначить статус объекта, необходимо соблюсти массу формальностей и, естественно, потратить на это время и средства. У него должен выходить с предложением начальник ТО там. У нас сейчас не бесплатная эта переоценка будет. Золотые владели. Вот я почему говорю. Я тебе про эту кровь заражат, там еще что-то там, это, отопление, знаешь, что там было. Надо под квартиру отдать. Нет, вы будете. Ну, от квартиры нужно провести вообще какую-то экспертизу, оно соответствует требованиям или нет, это снова деньги. Не будем путать конец прошлого века, когда продавались целые заводы с нынешним временем. Сейчас многие муниципалитеты обременены немалым количеством недвижимости, которую тяжело содержать, а снести не всегда рентабельно. Подобная дилемма стоит не только перед Артемовским местным самоуправлением. Наша редакция не советчик в таких вопросах. Тут нужны хорошие специалисты. А вот как их привлечь и мотивировать задача властей на местах? Субтитры создавал DimaTorzok